Всем салюты солнечной Доминиканы, думаю, что пришло время показать, как себя чувствует мой первый и пока что единственный фаленопсис, который я покупала по оценочке. Кстати, некоторые девчонки отметили, что он у меня мальчик породистый, судя по названию, чему я не неверно рада. И хочу вам показать, какие у нас изменения. Первое, это то, что у нас проклюнулся закуплившийся корешок, он такой жирненький, толстенький, чувствует себя хорошо. Вот этот корень, который на поверхности немного подсох, по советам матерых архееводов, я стараюсь его не заливать, потому что говорят, лучше сухарик, чем гнилушка. Остальные же, которые ушли в грунт, зеленые, в рабочем состоянии, то есть питают его, и я думаю, что количество корней у меня увеличится. А вот этот нижний листочек поначалу начал терять тургор, но сейчас он уже тоже восстанавливается. Верхние листочки в хорошем состоянии, то есть никаких ушей спаниелей, никто не висит, все торчат. И самая главная новость, то, что у меня проклевывается первый листочек. Если вы хотите, можете посмотреть первое видео, там отчетливо видно, что эта щелка была плотно-плотно прикрыта, и никакого намека на листик даже не было. Отсюда я могу сделать вывод, что он уже более-менее адаптировался, но все-таки остается еще вопрос, и как вы помните, я его покупала именно для того, чтобы применить на нем стыкининовую пасту. Поэтому я все-таки еще сомневаюсь, не знаю, надо это делать уже сейчас, либо подождать, пока он нарастит еще парочку корешочков, и до конца вырастет вот этот первый свой листочек у меня уже дома. Ну, тут видно тоже, как чуть-чуть слегка тургор потерян, но я думаю, что мы подружимся, и ему на данный момент у меня хорошо. А на фоне этого видео я все-таки хочу рассказать, как живут фаленопсисы в Доминикане. Этот фаленопсис моей подруги, она его покупала цветущим, но когда он отсвел, она, насмотревшись видео, решилась его пересадить. Но побоялась, поэтому принесла его мне, и судя по запаху, я сразу поняла, что ситуация у него не очень, такая, как и обычно у всех, практически в 99%. В общем, вы пугаетесь, а я буду рассказывать саму суть. Фаленопсисом в Доминикане живется не очень, а если быть конкретным, то очень плохо. А все почему? Ну, начнем с того, что они, как и у нас, все привозные. Ну, если у нас они привозятся с Европы, то здесь, в основном, с Южной Америки. Пирог, Батемала, Бразилия и тому подобное. Ну, и как положено, все они приходят во мхе. Вот, и еще поступали вопросы, почему я два года вот уже, как бы, занимаюсь орхидеями, и у меня до сих пор нет фаленопсиса. Честно скажу, я боялась, я долго думала, пока купила свой первый фаленопсис, потому что в домашних условиях я ни разу не видела фаленопсиса в нормальном состоянии. Видела только два типа. Либо вот только купленные цветущие, либо мертвые, либо полутрубики. Вот, другого состояния я не встречала. Вот просто, например, отцвевший фаленопсис с цветоносом, но с хорошим тургором, плотные листья, хорошая корневая система. Нет, такого я не видела. И, в общем, когда я уже все-таки решила приобрести свой первый фаленопсис, я начала интересоваться в магазинах, супермаркетах, есть ли здесь кора и мох. Оказалось, что нет, ни в одном супермаркете, ни в одном магазине, ни в одной цветочной лавке я не нашла ни коры, ни мха. Здесь есть только кокосовое волокно, кокосовый грунт, кокосовые чипсы. Все. Ну, и тут стало все понятно. Почему? Потому что даже если кто-то захочет пересадить этот фаленопсис, этому человеку просто его не во что сажать. Вот. А если, например, посадить те же кокосовые чипсы, они просто очень долго просыхают, и здесь большая влажность, поэтому будет та же ситуация, что вот здесь со мхом. Поэтому свой первый, единственный фаленопсис, который я все-таки решилась купить, как вы помните, я посадила просто в камни и с небольшим добавлением кокосового грунта, крупного помола, чтобы хоть была какая-то влажность. И тут же опять на меня посыпались такие комментарии, типа, это неправильно, он гниет, он там умрет и тому подобное. И не может такого быть, чтобы у вас там ничего такого не продавали. Ну, не продают. И как бы мы не в России, здесь нет сосновых рощ и тому подобное. Да, я видела, как только я сюда приехала, в одной из деревень две сосны, две. Но на тот момент я не занималась орхидеями, поэтому мне в голову не пришло ободрать эту кору. Вот. И как вы понимаете, Доминикана это остров. И даже если здесь есть сосны, то их немного. И никто не будет открывать завод по производству коры для орхидей. Здесь им просто лучше закупить, продать и баста. Как здесь говорят. Поэтому я очень долго думала и сомневалась, покупать или нет. Потому что я не хотела видеть такую картину, как обычно здесь у всех. С другими же видами здесь обстоит все намного проще, потому что они более засухоустойчивые. И здесь их сажают просто на пальмы, на деревья, на блоки. Либо вот как дендробиумы в одном из моих видео. Причем просто в камне, без ничего, без каких-либо добавок. Ну, может быть максимум это быть только удобрение. И все. Но о фалинопсисе, как видите, ситуация намного сложнее. Я начала более, так сказать, присматриваться. И поняла, что здесь есть еще два варианта. А именно это. У нас здесь растет южноамериканская елочка Араукари. У нас в России, в Украине выращивают ее как домашнее растение. Здесь она вырастает где-то в высоте этажного дома. Также я еще здесь нашла лиственницу. Поэтому, думаю, лиственница может тоже подойти. И, например, если у кого-то был такой опыт, пожалуйста, напишите, подойдет или нет. Но, я думаю, да, хотя, скорее всего, я приобрету сама еще парочку фалинопсисов. Обделу вот эту вот Араукарию и лиственницу и попробую посадить в кору этих двух деревьев. Надеюсь, что какой-то вариант из них моим фалинопсисам понравится. Вот, а на данный момент вот это то, что осталось от корней фалинопсиса моей подруги. Я его также посадила в камни с небольшим добавлением кокоса. Но если я все-таки найду кору Араукарию, либо лиственница, ее фалинопсис до этого момента доживет, я его постараюсь тоже переследить. В общем, как-то так. Ситуация, конечно, сложная, но нам не привыкать. Мы выкрутимся, я что-нибудь обязательно придумаю. Покажу, расскажу. Ну, а пока что как-то так. На этом все. Ставьте свои комментарии, я жду ваших советов. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо.